МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. 28 из 34 депутатов приняли участие в дистанционном заседании Думы. Среди прочих на повестке было два важных вопроса. Оценка исполнения национальных проектов в Сарове и бюджет города на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Подробности далее. Впервые за последние несколько лет бюджет города приняли без поправок на согласительные комиссии. Об этом сообщил председатель Саровской думы Антон Ульянов. По его словам, многие из депутатских поправок интересны и важны для города, но требуют более детального изучения и проработки на профильных комитетах. Мы не вносим сейчас изменения в главный финансовый документ, но говорим, что да, этот вопрос имеет значение для города. Давайте на него посмотрим внимательно и реализуем его, если действительно это требуется и есть возможность. Например, поправку Нонны Левиной об освещении проспекта Ленина, скорее всего, учтут в одной из корректировок бюджета в следующем году. А вот вопрос о расширении улицы Довиденко еще требует обсуждения. Как именно реконструировать улицу? Достаточно ли будет парковочных карманов или нужно расширять все дорожное полотно? Во сколько обойдется такой ремонт и где брать средства на него? Ответы на эти вопросы депутаты будут искать на заседаниях комитетов. Еще один пункт повестки – оценка исполнения нацпроектов. Подробно об их реализации в Сарове мы рассказывали в наших прошлых выпусках. Одна из причин, по которой глава города, а вместе с ним и депутаты, не поставили высшей оценки проектам «Экология и жилье и городская среда», срывы сроков и ненадлежащее качество работы подрядчиков. Проблема большая, мы ее поднимали, когда сюда приезжал депутат Государственной Думы Денис Павлович Москвин, когда мы очень много обсуждали сдвижку сроков по капитальному ремонту 10-й школы, то есть в полный рост эта проблема встала. Но Москвин сказал тогда, что эта проблема не только у нас, это и Нижний Новгород страдает вообще много где в регионе, да и по России в целом. И спрашивал нас, какие предложения от нас могут поступить. Сейчас решающее значение при определении подрядчика имеет обозначенная им цена. Конкурс выигрывают те, кто предложил наименьшую стоимость своих услуг. С одной стороны, это помогает экономить бюджетные деньги, с другой, приводит к срывам сроков и некачественному выполнению работ откровенно слабыми подрядчиками. И как решить эту проблему, пока непонятно. Ситуация с COVID-19 в России остается безрадостной. Прогнозы специалистов о выходе на плато и последующем спаде второй волны в октябре и ноябре не оправдались. Заболеваемость растет. К концу этой недели в стране побили печальный рекорд по количеству умерших от нового вируса. За сутки он унес жизни 613 человек. Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 45 893. Таким образом, вирус уже убил население небольшого провинциального города. Между тем, в Нижегородскую область поступили первые 800 доз вакцины «Спутник В». Всего до конца года регион получит 2772 дозы. Первыми прививать будут в добровольном порядке медработников, затем и другие группы населения, включая учителей, соцработников и волонтеров. В Сарове также ожидают прибытие вакцины. О сроках поступления и порядке вакцинации саровчан расскажем в ближайших выпусках новостей. Всего за весь период пандемии в России зафиксировано почти 2 миллиона 600 тысяч эпизодов COVID-19. Выздоровели более 490 тысяч человек. Сладкие новогодние наборы для детей от одного года, которые не посещают детские сады, родители могут получить с 25 по 31 декабря. Их будут выдавать в Клубе Мечта по улице Московской, 40А, и в молодежном центре с 13 до 19 часов. За подарком нужно прийти с паспортом одного из родителей или законных представителей и свидетельством о рождении ребенка. Дополнительную информацию можно получить после 25 декабря по телефону 9-9106. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Цена подсолнечного масла не должна превышать 110 рублей за литр, а сахар не может быть дороже 45 рублей за килограмм. Рост цен на базовые продукты обсудили на совещании по экономическим вопросам, которые проводил президент Владимир Путин. Глава государства заявил, что нынешний рост цен нельзя объяснить влиянием пандемии, а рост стоимости продуктов питания в стране связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к производителям и торговым сетям и призвал стабилизировать ситуацию по основным группам товаров. Поликлиника номер один временно приостановила предварительную запись к участковым терапевтам. Пациентов направляют к врачу из регистратуры в день обращения. Также клиническая больница номер 50 напоминает, что оформить рецепт на льготные лекарства можно и дистанционно. Заявки принимают по телефону 9 55 65 в рабочие дни с 8 до 12 часов. 16 декабря комитет по управлению муниципальным имуществом проведет горячую телефонную линию по вопросам защиты прав потребителей. Горожане смогут задать вопросы специалистам в КУМИ по телефонам 3 4155, 3 30 58 и 3 42 00 с 9 утра до 4 часов вечера. Создать праздничное настроение и проявить свои творческие способности. Молодежный центр приглашает саровчан принять участие в новогодних конкурсах. За победу можно побороться в нескольких номинациях и похвастаться оформлением квартиры к главному зимнему празднику. Также на конкурсы принимают фотографии елок и новогодних игрушек и видеоролики. Подробности в следующем репортаже. Саров готовится к праздникам. Кто-то поставил дома елку, повесил гирлянды, придумывает новогоднее меню и готовит подарки. По доброй традиции, одними из первых к новогодним праздникам начали готовиться в молодежном центре. Предлагаем перезагрузить этот Новый год, начать его с чистого листа, с хорошим настроением, с творчеством, с новыми идеями и планами вступить в этот Новый год вместе с молодежным центром. Светлые и позитивные эмоции людям дарят творчество. Взяв на вооружение эту простую истину, в молодежном центре объявили два онлайн-конкурса. Первый – Новый год перезагрузка. Помните, была такая передача «Сам себе режиссер»? Наверняка не забыли. Тут то же самое. Придумать идею, взять в руки смартфон и нажать кнопку «Рек». Вот и все правила. Конкурс пройдет по трем номинациям. Все перечислять не будем, расскажем о самой необычной. И еще одна номинация – «Огонек пожеланий». Участники конкурса могут создать видеопоздравления, в котором они поздравляют свою семью, друзей, горожан, весь наш город. Но обязательно условия – они должны успеть сказать свои пожелания, пока горит бенгальский огонек. Любители мастерить поделки, проявляя чудеса изобретательности и художественную смекалку, приглашают на конкурс новогодний хендмейд. Номинаций тоже три. В первой – «Новый год к намчится». Саровчанам нужно создать домашнюю фотозону или тематический уголок. Собрать из подручных материалов главный символ праздника – елку – задача в номинации «И вот она нарядная». Последний приз достанется автору лучших украшений. И еще одна номинация – «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки». Здесь принимаются фотографии новогодних игрушек, которые вы также сделали своими руками, сшили, связали и сделали из каких-то подручных предметов. Видеоролики и фотографии будут принимать до 20 и 23 декабря, соответственно. Лучшая работа украсит ленту официальной группы молодежного центра ВКонтакте. Ну и какой Новый год без подарков? Как защитить свои права, если вам продали товар с недостатками? Навязывают оформить страховку в автосалоне? Как бороться с нерадивыми менеджерами, которые уговаривают немедленно подписать договор купли-продажи? Как правильно написать претензию и когда идти с исковым заявлением в суд? Найти и многие другие вопросы вы найдете ответы в новом проекте «Канал 16. Имею право». Зачастую человек имеет лишь смутное представление о своих правах, а значит рискует попасть в неприятные ситуации в любой момент жизни. В магазине, на работе и даже в собственной квартире. Купили бракованный товар, начальник не подписывает заявление на отпуск, соседи круглосуточно делают ремонт. Что делать? Смириться или отставить свои права? За свои права можно и нужно бороться, но в первую очередь их нужно знать. В передаче «Имею право» мы говорим о законах простым языком. А разбираться с юридическими терминами и определениями нам помогает юрист Игорь Губенок. У него за плечами многолетний опыт представления интересов соровчан в судах и защиты их прав. Новый выпуск передачи «Имею право» будет посвящен защите прав потребителей при покупке автомобилей в автосалонах. Надо сразу потребовать расторжения данных договоров. Какой алгоритм действия? Надо направить заявление об отказе от договора. Как защитить свои права, если вам навязали страховые услуги? Как вернуть деньги и стоит ли идти в суд? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в новом выпуске передачи в понедельник, 14 декабря в 19.45. Также все выпуски «Имею право» вы можете посмотреть на нашем канале в YouTube. Любовь, ревность, ссоры и страстное примирение. История ярких отношений в ритмичных движениях танца. 11 декабря в мире отмечают Международный день танго. Зародившийся как чистая импровизация, сегодня танго – один из сложнейших спортивных танцев, требующий от танцоров серьезной физической и технической подготовки. Впрочем, к любителям требования пониже. И, как уверяют тренеры, научиться базовому танго можно за 3-4 занятия. Так ли это? Выясняла наша съемочная группа. С правой ноги назад и раз, два, три. Все правильно. Держать квадрат, думать, с какой ноги шагнуть, следить за руками и спиной. Даже отработка базового шага дается не просто для нулевого новичка. Но руководитель студии «Дека» Екатерина Сысоева уверяет, что для постановки несложного свадебного танца хватит и четырех занятий. Для любителей, конечно, движение и ритмический рисунок упрощают. Вначале шаг, потом руки, потом контакт с партнером и наклоны. Так вырисовывается готовый танец. В танго, конечно, много разнообразных движений, но самое главное и важное – это отработка резкого поворота головы. В этом фишка танца. Профессиональные танцоры отрабатывают поворот головы часами. Он экстремально резкий, подчеркивает Екатерина. Показатель – волосы партнерши. Они должны быть в постоянном движении. Если хвост или локоны замерли, значит, с танцем что-то не так. Три, четыре и выставить. И семь, восемь и раз. Для того, чтобы блистать на профессиональном паркете, четырех занятий точно не хватит. Не хватит и года. К танго танцоры приступают на третьей ступени обучения спортивным танцам. Множество ритмичных рисунков, которые не повторяются. Быстрые ритмы, резкие шаги, при которых нужно четко держать корпус и быть в контакте с партнером. Все это – высочайший уровень мастерства. Очень мощное, быстрое передвижение по паркету, что добавляет вот такой энергетики, да, страстности исполнения. Очень резкие, порой экстремальные повороты головы, совмещение различных наклонов в одной фигуре. При этом надо еще сохранить так называемый контакт между партнером и партнершей, именно физический. И, в общем, это все делает танго очень физически таким затратным танцем. У танцоров студии Дека множество наград и регалий. Это результат ежедневных многочасовых тренировок. Порой они занимаются до позднего вечера, а школьные уроки делают уже ночами, рассказывая о своих подопечных Екатерина. Вот так выглядит страсть к танцам, без которой настоящая танго не заиграет смыслами. Но чтобы танцевать для себя, для души, достаточно нескольких часов в неделю и желания. В конце концов, аргентинская танго, родоначальник спортивного, так и зарождалась. Чистая импровизация в южноамериканских портовых городах конца 19 века. Уставшие рабочие мигранты вечерами танцевали в небольших салунах. Чуть позже танец стал парным и разлетелся по всему миру, найдя поклонников в каждом уголке земли. Не просто одежда, а гарантия безопасности и комфорта на работе. Компания «Востоксервис», крупнейший в России и Европе производитель спецодежды и спецобуви, открыла в Сарове свой фирменный магазин. Подробности далее. Безопасные и комфортные условия труда для работников любого предприятия. Вот уже почти 30 лет компания «Востоксервис» следует этой миссии. Это крупнейший в России и Европе разработчик, производитель и поставщик спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. Среди клиентов десятки градообразующих предприятий, заводы, фабрики, больницы, а также представители среднего и малого бизнеса. Розничный магазин сети «Востоксервис» теперь работает и в Сарове. Человек может прийти, посмотреть, познакомиться с образцами. И поскольку мы производители, мы готовы закрывать любые потребности любого нашего партнера. Также магазин рассчитан и на розничного клиента, на малый бизнес, на микропредприятия. Собственная производственная база позволяет изготовить любую партию спецодежды, спецобуви или средств индивидуальной защиты в кратчайшие сроки – от одной единицы до тысяч экземпляров. А разработчики компании помогут создать брендовую линейку в фирменных цветах предприятия с нанесением логотипа. Мы стараемся охватить все сферы производственных процессов от медицины и уборки до условий фактически Крайнего Севера. На всю продукцию есть сертификаты соответствия и все необходимые заключения. Перед массовым выпуском образцы проходят через тестирование, что гарантирует стопроцентную надежность одежды и обуви, а также высокий уровень ее защитных свойств. Приглашаем наших клиентов на тестирование на фабрике «Наше». Мы можем проводить выездные показательные тестирования именно с ключевым сегментом одежды, который выбирает сам заказчик. Всегда идем навстречу, даже вплоть до тестовой эксплуатации тех или иных образцов. Всю продукцию компании «Востоксервис» можно также заказать на сайте «Восток.ру». Регулярно в магазине проходят акции и действуют скидки для постоянных покупателей. Также всегда в наличии одежда для активного отдыха, сигнальные жилеты, средства индивидуальной защиты, полнолицевые маски, полумаски, респираторы, перчатки. «Востоксервис» Ленина 34, телефон 47200, сайт «Восток.ру». И это все, чему успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова